В торжественном зале приемов сегодня праздничная атмосфера. Губернатор региона Павел Малков вручает награды ученикам детских школ искусств и их преподавателям. Я очень рад сегодня вас здесь видеть. Сегодня здесь у нас самые талантливые учащиеся в сфере искусств, в сфере культуры, председателя самых разных престижных конкурсов. И хочу сказать, что мы вами очень гордимся. Я вас благодарю за то, что вы на таком достойном уровне представляете нашу замечательную Рязанскую область. Но еще особая благодарность всем педагогам и наставникам. Я думаю, что подготовить к такому талантливому ученику – это огромный труд. Наверное, это возможно только тогда, когда по-настоящему вкладываешь в свою душу, в свое сердце. И мы смогли эти таланты рассмотреть, рассмотреть их, найти, увлечь. И научили любить это дело и постоянно развиваться. В этом году в соответствии с постановлением губернатора Рязанской области об утверждении именных стипендий губернатора Рязанской области «Юные дарования» и премии педагогическим работникам в области искусства учреждены 40 стипендий, 30 учащимся детских школ искусств и 10 студентам. Я играю на музыкальном инструменте кларнете и за свои успехи, за свое участие в многих конкурсах я получаю второй год именную стипендию. В этом году я закончила музыкальную школу. В следующем году планирую ходить, играть опять же на кларнете. Я участник образцового коллектива Рязанской области ансамбля «Фантазия» и буду продолжать ходить и играть. У меня тоже музыкальный инструмент руссконародный «Домра». Я за свои успехи, достижения получаю третий год стипендии. Буду помогать нашему оркестру ходить и как сольно выступать. И, скорее всего, продолжу музыкальную деятельность. Я занимаюсь ударными инструментами. А занимаюсь, поскольку это мне очень нравится и мне это по душе. Это вторая моя награда в жизни. Сегодня эмоции очень радостные, поскольку я получаю стипендию и это большой труд. Все стипендиаты достойно представляли культуру и искусство региона на престижных международных, всероссийских, межрегиональных и открытых областных конкурсах, выставках и фестивалях. С 2013 года в регионе предусмотрен премиальный фонд для выплаты премии губернатора Рязанской области педагогическим работникам, преподавателям, концертмейстерам, подготовившим обладателей именных стипендий. В 2024 году премии удостойны 60 педагогических работников. Планы продолжать, не останавливаться. Он трудится. Трудолюбие, конечно. Как отметил глава региона Павел Малков, культура – одна из приоритетных сфер. В этом году возобновит работу филиал Института культуры. Продолжаются ремонты в домах культуры по всей области. К зиме откроет свои двери обновленный дворец культуры и искусств, который долго не работал. Продолжение следует...